так мы снова в парке городском городовецкие поляны пока у нас есть немножко времени человек который администрация занимается моим делом пока отсутствует но опять прогуляемся немножко полчаса тем более что я понимаю возможно даже отсутствует этот человек из-за меня заявление у меня просьба рассмотреть как бы предварительное решение мне дать 05 сегодня уже ну и соответственно там же заявление указывал мы сразу после разговора с ним она сказала что не тоже сказала пыталась отпихнуться на видео понимаю что сложности могут быть и как бы это это не типа не наше дело это в семейные там какие-нибудь разборки или еще что-то конце концов все-таки сама приняла что не туда клонит и как бы это сама позвонила фсб и как бы это при мне они переговорили договорились как бы обсудить вместе решить мою проблему ну естественно я учел это что женщина в отличие от мужчин там поезда она как бы оказалась более понятливой в этом смысле сориентировалась правильно ну и естественно я пошел и тоже навстречу как бы это заявление указал что заявление на ее имя начальник социальной политики города начальник отдела вот но попутно написал как бы хорошо ознакомить с данным заявлением непосредственно тех кто отвечает за криминальную составляющую в городе это лице фсб но я фсб указал милиции здесь я уже давно я знаю что ее тут просто нету это инсценировки эти артисты там сидят из казани или еще откуда опять прислали нормальный полицию туда нужно ее при мне разгоняли как я как раз кино тогда снимал с японцем ну и рассказывал уже не раз вот и как раз это в тот же год у меня обокрали квартиру и пришлось иметь дело с полицией как бы и определенный момент я прихожу туда ну ребята уже знакомые мне были там мое время был хороший отдел как бы это ну по крайней мере они занимались действительно правоохранительные деятельности я прихожу очередной раз как бы уже предварительно позвонил как человеку который занимался следователь этим делом я позвонил ему как бы он как раз заинтересован был там что-то фото портрет надо было нарисовать снять и все такое я как бы откликнулся пошел в очередной раз дважды проходили первый раз сына приходила сам долго как раз вот портрет рисовали дом как бы потом уже это вот и созвонился один пошел и как раз в этот день я я сам обнаружил этого человека который участвовал на на наш квартиру как бы это обнаружил его на рынке я полиция там напротив просто рядом я как бы зашел туда и тут же выяснилось как бы это ну вот пока ходил на рынок время ушло немножко там где-то вместо обещанного там через час я не сказал приду я через два где появился прихожу мне к такому-то к такому-то а его нет там дежурный какой-то сидит в наколках там вообще в гражданке как бы его нет мне объясняет я говорю а где найти его ну там ребята мне уже знакомы были следственном отделе у них я как бы ну можно вот к этому может этому это а их никого нет и вот что значит никого не начальник то говорю есть начальник есть только он новый что значит они все написали аэропорта в один день вот так это было то есть причем написали не просто такая как раз вот на рынке когда обнаружил я сообщил позвонил оттуда сказал что сейчас я подойду как бы это как раз это по делу подготовьте говорю пока группу захвата как бы это они скорее всего говорю гостиницы живут на тот момент все эти северного кавказа люди или там казахи там узбеки к нам часто приезжали говорю вот скорее всего они там живут и вместе это сходим и как бы я покажу кто это ну а как бы это переговорили они и согласились и вот прихожу как бы никого нет зато выходит этот начальник как бы я говорю мне группа захвата я уже мы договорились мое дело не знаю вы знаете не знаю тем более тогда хорошо группа захвата мне это предоставьте которые обещали как бы это я ничего вам не обещала я не могу это сделать а вы почему это надо это омон вызывать из кирова потому что это люди как бы из иностранного государства начал ничего то отправляться ну смешно было выглядело это все смешно конечно и вот я просто с ним даже не выслушала до конца и кого-то ладно говорит сами все ясно и как бы ушел вот как раз вот тогда все это начиналось шел захват города они как раз полицию захватили и как бы это дальше органы все прокуратуру и как бы это после этого уже как бы капитальный завод стали это брать в руки я не знаю чем им понравился наш город ну как бы завод известен конечно действительно он был рентабельный в то время по крайней мере это действительно был но на город настоящий вот и тут все связано было как бы люди непосредственно все участвовали в производстве и как бы все прочее они действовали видно это и сориентировались начали заводом конечно начали вот захват с города как бы вот как выясняется не не все гладко у них получилось но как бы это уже ныне там и вот эти проблемы все тянутся просто до сих пор как бы насколько я вижу внешнюю политику сша они уже сориентировались тоже там как бы это или их соориентировали другие не знаю ну как бы это так посмотрим может там освободил славочка там по солнышко да то нам лучше будет наверно то тут постоянно вынаривают люди мне неудобно и им неудобно тут и обзор лучше как бы это в общем что я хочу сказать вот как бы это в продолжении проблемы все эти тянутся и вот на данный момент как выясняется ну вот есть минус я сказал это у них не все гладко получилось захватом города как бы но есть определенные плюсы вот для этой банды как бы ну спецслужбы конечно за этим стоят я даже знаю какие но не буду пока в этом ролике говорить вот а вообще это есть у них своеобразные плюсы я не знаю это зачем до этого доводить это дорого мне кажется потому что ну прикиньте вот людей мое время здесь жила 40 тысяч сейчас не знаю даже больше сорока жил вот сейчас конечно меньше намного тем не менее как бы город еще живет дышит и вот манипулировать управлять непосредственно каждым человеком каждой семьей по крайней мере в интересах этих спецслужб дорого мне кажется это тут деньги постоянно придется стратить и все прочее вот это просто уже как бы дикость какая-то но тем не менее вот я так понимаю это связано скорее всего с местной номенклатурой которые в тот момент вот попала им в лапы как бы это заводская в первую очередь номенклатура ну тут все связано и было и есть сейчас еще больше я так смотрю связан вот и как бы ну достаточно сказать что допустим последний директор на заводе вот при которым захватывал он как бы бывший как он считался председатель ну короче заводской ячейки компартии вот до этого он работал я так понимаю спецом все было делалось он какое-то время тоже работал на заводе там инженером и вот как бы как раз командовал компартией и спустя какое-то время именно его вот выбор палпы на него его послали как бы это когда вот захват страны шоу перестройка началась его послали в киров как выясняется послали не случайно потому что оттуда он приехал и прежнего директора трещу его сразу скинули ну так мягко скинули убрали мягко говоря там доставили звонками он уже старый человек был в то время ему конечно уже пора была на пенсию тоже на отдых уходить а так это директор со времен войны командовал этим заводом и вот этого вот города вот это все его это он построен но под его командованием люди конечно тут все участвовали но под его командованием это тут без всякой переоценки не оценивать сложно вот а вот в этот момент как бы на смену ему пришли люди откровенно поверхностным так скажем и значит вот как раз тот момент они пришли тут какое-то время поработали при этом я видел вот у меня жена работала со временем шестьдесят пятом отделе кучи ребят мне ну постоянно как бы это дни рождения исправляли вместе то вместе там какие-нибудь увеселительные мероприятия меня конечно приглашали как бы женой вот и мы как бы это я знал там почти всех старожилов этого отдела и какой-то момент я заметил как бы это вот именно в этот момент именно бывших управленцев так скажем шестьдесят пятого отдела их как бы это резко начали переводить в административную структуру тогда я не знал чем это с кем это конкретно с чем связано вот первый как раз туда попал кулик по моему богдалов это все шестьдесят пятого отдела ли были и как бы это не последними людьми они стали непосредственно управление вот при этом директоре они как бы кто-то занимался производством кто-то занимался коммерцией вот чисто там договора там оружие и все прочее куратор бухгалтерии короче были в определенной степени всем вот и как раз вот этот момент это завод стали передавать через какое-то время из рук в руки но началось это как раз вот при мне началось с того что ну тогда уже появился здесь интернет как бы я уже активно у меня свой портал был достаточно раскрученный как бы это ну говорят что технарь я хороший был себе ну как бы это не знаю как технарь но если меня что-то интересует я всегда действительно это отдаюсь полностью этому делу работали это либо еще что-то там увлечение это так вот даже сейчас снимаю я не случайно снимаю как бы поняли все это как бы это можно увязать с моей со спецификой моего как бы развитие вот и вот значит определенный момент значит появились сложности на заводе как только ушел директор вот тут кстати первое у нас было мощное производство так как второй цех занимался там конвейер стоял выпускали вот как раз помните были такие мотоциклы ишь ну потому что ижеск тут вот город вятский полян он находится как раз посередине между казани и жестком и это не так далеко и же тут электрички ходят и все прочее и как бы это определенный момент вот выяснилось что захват непосредственно нашего завода ведет как бы группа из самарская группа города самара вот почему я и говорю что не зря у единороссов вот нынешней партии власти у них вот большинство офисов сегодня как бы это большинство дело вот еще и не поступила новость кстати в интернете сожгли у них офис единой россии там самаре я думаю не случайно там действительно пик всего этого потому что у них там штаб-квартира свое время вот борис немцов не случайно его туда забрали конечно там последнее время работал депутатом так если не путаю конечно или в саратов давайте не будем на этом акцентироваться как бы это самаре вот действительно штаб-квартира и даже сегодня вот если разобраться во первых до прошлого года до конца прошлого года так позапрошлого в семнадцатом году до конца семнадцатого года именно в самаре существовало как она региональное отделение рособоронзаказа ну как раз наш завод курировала эта банда напрямую вот поэтому наверное такие тесные связи и все прочее когда вот я как раз это возникли у меня проблемы в охранной структуре я понял сразу с кем и чем это связано не сразу провел свою как бы аналитику быстро выяснил как это связано с полянами допустим с бывшей моей работой здесь как-то связано с работой моей в сарове с людьми конкретными а я хорошо знаю потому что я учился с ними свое время это все люди вот как раз в том числе и я мы учились вот я учился два года в одной группе с борисом немцовом ну те ребята я его знал очень хорошо те ребята знали его поменьше вот царовские но тем не менее тоже знали что такое есть были очень хорошо знакомы как бы это так это здравствуйте до свидания и как бы это как дела на эту тему вот и перестройки вот они как-то скорешились я так понял это мгновенно я вот жил на стороне вот здесь и как будет какое-то время здесь перестройка вообще это вот она в стране где-то шла а у нас все какое-то время продолжалось еще вот как бы это советский союз еще же но тем не менее как бы процессы уже шли начались вот они как раз почему-то наверное не случайно тоже сложно это сказать как бы но наверно не случайно после того как начались эти процессы на нашем заводе и в городе когда однажды мне позвонила при циклом наймошина валентина так получится вот уже не помню так позвонила мне попросила зайти как бы это и короче у них там в этот день было это председатель правком она была вот хорошая женщина как бы мне грех вот как бы это повезло мне с этими людьми вот как бы и общественную работу вот я вел с этими людьми в основном женщины девчата как бы это замечательные все люди были и как бы с мужчинами мне повезло с которыми я работал когда поступил на этот завод тот же бабков например который меня брал непосредственно причем сразу я пришел вот как бы еще сидел на группу по моему это тот момент я но после армии травма была я сидел еще на группе но в очередной момент у жены день рождения и как бы пришли ребята они меня уговорили пошли завтра это это чуть так сидишь это пригодишься там наверняка как бы это ему уже знакомы были и как бы они мне пригласили приходим мы там познакомили вот с этим начальником они меня он тогда как раз командовал 93 отделом как раз только создавали его отдел чипу ремонт чипу станков вот и как бы это я ему подготовил как бы ну устно конечно тогда не практиковалось это что надо резюме там и все прочее я пришел устное резюме ему зачитал свою как бы ну кратко свою жизнь свои похождения свои до армии и в армии как бы и сказал вот так и так скорее всего мне придется там доучивать все прочее он мне прямо сказал сразу причем тебе не надо даже пытаться это делать восстанавливаться я бы почему тебе не дадут учиться то есть человек уже что-то знал вот о тех процессах которые происходили в стране потом быстро выяснилось что он действительно что-то знал потому что местная сионистская диаспора у нас много евреев работал на заводе в то время не скажу что все сионисты но те кто бы были такие как бы я не знал тоже и вот как раз определенный момент они как бы это на него гонение тут начались какие-то не только на него вот присмотров главный инженер был вот он и еще там тех я бога хуже знал там двое или трое человека не такая большая группа на них гонение начались на заводе это еще при трещове вот или значит это в этот момент вот как раз это бабков ушел завода и как бы это вадим иван жарков возглавил вот как бы 93 отдела и вот с ним я проработал больше всего уже тоже неплохо я очень человек как бы но вот как бы не был даже вот жалко что вот присмотров и бабков ушли с завода но это люди которые нужны были этому заводу просто по зарез что называется они взяли вот как подали заявление в один момент и ушли причем бабков ушел он командовал какое-то время здесь энерго сетями вот даже не знаю связано это было вот как раз то есть вот этот выжим этих людей из завода как бы через эти организации ну мне сложно судить я после этого с ним не общался пообщаться как конечно выяснилось бы много потому что ну как бы как аналитики уже созрел для этого а вот как бы информации нужно нет вот тот человек он конечно мог иметь эту информацию потом был еще один интересный человек он до конца доработал это так по моему последнее время в сосновке же ну покороче за безопасность отвечал это в административную структуру завода не помню его фамилию к сожалению и как бы это тем не менее вернемся к тому моменту значит когда вот захват шел уже как бы это этих людей уже не было да забыл сказать что как бы присмотров бывший главный инженер завода его как бы тут же направили тоже скорее всего не случайно он возглавил завод в кирове машиностроительный по моему тоже был завод там мои как бы вот знаменит там тоже выпускали по моему оружие но знаменит этот завод стал тем что первые вот стиральные машины автомат вятка автомат выпускались и именно там я так понимаю вот как раз этим людям пришлось принять на себя первый удар так сказать это первая линия фронта было тогда я еще был молодой конечно все это не понимал а вот все эти люди они как бы это я так понимаю были на передовой и все эти процессы шли не случайно и как бы вот как раз тогда же там губернатор был назначен на из мордовии то время был как раз вот переводили присмотром вот я тут появился в интернете вот я говорю мне региональный портал раскрученный был и появился интерес ко мне как бы у некоторых людей тоже особенно вот у этих всех и как бы это с этим в основном связанные то что в определенный момент значит мне написал сначала человек письмо как бы это что ну как бы он не скрывал что во первых представился там такой такой-то не помню как вызвали микрюков короче фамилия как потом выяснилось ближайший родственник будущего губернатора шаклеина вот это прокурорская банда она приходила к власти как раз тот момент но как передавалась это конечно подставные люди уже все были это шаклеин это бывший заместитель генерального прокурора при скуратой по моему он работал вот как раз вот но скуратов помните там девушку ну как бы это не доказано это было что это он там снят был на этих роликах но народ тогда хавал от все эти вещи и как бы это под это дело как бы его сняли с должности и вот сначала там устинов после этого стал который как раз вместе с путином по его можно сказать тандем вот тандем это не медведев и путин это вот скорее устинов и путин потому что помните вот как раз путин пришел к власти и буквально через пару дней угробили нашу лодку это в северном море вот подлодку курск помните такое вот сейчас много в интернете про нее информации можете почитать что угробили не случайно оказывается но действительно была военная операция потому что в этот момент шла неразбериха какая-то уже вооруженных их нового управления вооруженными структурами россии и как бы в определенный момент вот поступила информация там как прошел захват югославии помните там конфликта разогревали уже вот и ребята вот с этой подлодки они как раз это у них была информация по этому делу я не знаю как это связано как бы не я жил на этой лодке ну вот была как бы информация и они в определенной как бы это но они живы командир у них был на связи под лодки это не помню как его звали как бы неважно найдете если заинтересует вот у них появилась информация что вот как бы идет захват югославии как бы раздел уже начинали там но это быстрая операция что если помните вот в тот момент как раз это группа десантников наших это причем этих десантников потом по моему перебили но это и не могло быть иначе по потому что как вам сказать но это сдача страны ужасно нашей причем потому что югославии гославии интерес конечно был к советскому союзу в первую очередь так вот и все вот эти вещи югославии все прочее это были как бы провокационные большей частью операции такого среднего уровня а вот выше уровня он в россии уже начинался в советском союзе вот и как бы это именно в тот момент вот как раз однажды командир подлодки вышел на связь с генштабом значит и доложил обстановку значит и ему поступил приказ никуда с места не двигаться как бы он прямым текстом сказал нам надо быть но они курировали как раз вот этот подлодку курировала в том числе реки вот как бы это и регион короче вот северного части регион как бы с это я не узнали вот что десантники там наши высадились как бы причем мы узнали что самопально без приказа не вот эти сами высадились там вот и как бы это в этот же момент вот эта подлодка пошла туда им на помощь как бы через северное море в этот момент из кремля поступил приказ никуда не трогаться быстро назад как бы это и все такое не знаю кто прав кто виноват был на командир подлодки не послушался и не стал выполнять этот приказ понял это как предательство интересов страны хотя на сегодня если смотреть туда назад то это спорный момент предательство или нет это было кто прав кто виноват это понятно была провокация и как бы это вот он откликнулся на эту провокацию командир подлодки они пошли туда в этот момент значит как раз путин был во власти и как вы помните вот интервью там первое в его привычной циничной манере там болтону по моему он давал это интервью американский посол шилен был и как бы это там вопрос какой-то это поступил от журналистов что с подлодкой и он так запросто так ничего она утонула но это не утонула оказывается и угробили в том числе по приказу из кремля вот давайте говорить честно и как бы это американцы просто курировали в этот момент возможно они выстрел там был и как бы это возможно и не помогли как по этому процессу сейчас уже я не помню как бы как все это разворачивалась вот но в общем лодка утонула и чему я начал это все рассказывать к тому что как вы помните именно в этот момент никто не будь а именно скуратов только что заступивший в должность прокурора кстати прокуратура тогда можно сказать не работала деятельностью была приостановлена и какую роль играл человек он точно как бы играл роль не ген прокурора чего-то другого но как выяснилось вот по этому делу ну крышевал своего рода спецоперация потому что в определенный момент ему поступил но как бы это выяснилось что путин доверил ему именно лично прикрывать вот участвовать в подъеме этой лодки там или в порте вытащили вот при нем и все все вот это информационное прикрытие шло через этого человека как бы в тот момент все новости все прочее вот как бы курировал в основном скурат ой скурат устина и как бы это еще раз устинов это было уже прокурор вот именно устинов вот занимался этим делом то есть это далеко не случайный человека как бы захват вот этих структур он уже произошел скорее всего и как бы все эти люди они уже действовали в рамках я не знаю конкретно какой спецслужбы цру там или более вероятно что как бы ми-6 совместно с массадом потому что именно они большей частью ну ходоки в россии были вот црук как раз они просто курировали до определенного момента россии но никогда не вмешивались как бы сша это исторический факт это его вторую мировую войну так получилось в конце концов мы стали союзниками даже вот свои интересы у них конечно всегда были и есть и как бы они участвовали вот какой-то фазе допустим в приостановки развития советского союза но вот захват непосредственно обеспечивали другие но вот аналитика тут надо знать просто как устроены вот эти спецслужбы запада они как бы самостоятельно в каждой стране никто не отрицает это там доме 6 там массад допустим в израиле или других странах там штазе в германии они все как по-своему самостоятельными штазе кстати упомянул не случайно потому что путин голова приходы в президенты он был двойным агентом от кгб и непосредственно сейчас это вскрытые все эти документы открытая информация он был агентом вторым агентом он было германской разведки штазе то что путин не отказывается то что он как бы это но здесь сложно отказываться потому что но это документы и как бы это в тот момент вот он был как раз агентом кгб первую очередь но скажу прямо кадровым разведчиком он никогда не был как бы это просто был человек по связям вот как раз с разведкой германской его оказывается вот определенный момент он вступил с ними связь и был у них еще агентом то есть двойной роли грамм а все эти разведки в свою очередь вот массад стать в то время они уже и не 6 допустим они находились уже это кто не знает сразу после войны американцы они как бы развита и уже страна была они как бы могли себе позволить и они после войны перестроили всю свою шпионскую сеть разведывательную сеть и как бы это в первую очередь они регистрировали создав сначала вот вокруг ракетного комплекса это группа действовала а потом они как бы доверили всю аналитику это аналитическая разведывательная корпорация сейчас она так и называется рэнд вот недавно по первой программе их упоминали дебров по моему программу или малахов ли и чет там их упомянули как бы это что информация как бы и все да это проверенные как бы это известная как вот многие не знают все таки что это такое все все знают царом никто не знает что царом только это одна из разведок сша после ну к текущему моменту а вообще там тренд она курирует только в сша на курирует 17 разведок как я знаю там и депутатская разведка и финансовая у каждой вот у каждой такой структуры то есть финансовые вот банки контролируют там все прочее и а вот аналитику полностью ведет всегда рэнд и заключается это аналитика в том что вот тогда же было еще соперничество допустим советский союз еще жил какое-то время и кгб еще существовало и было соперничество определенные между кгб и как выясняется вот цру нет они не сырого уже бодались а вот со всеми этими и было конечно сложно потому что у тех уже была целая вот эта сеть как бы я не в определенный момент они могли даже отдать приказ там тем же царушник мы своим что сдайте вот эти позиции как бы одновременно это ужесточали допустим финансовое давление на страну и все прочее то есть в том развитии советского союза но шанс страны не было в принципе это так или иначе захват бы все равно ближайшее время состоялся поэтому как бы это просто про проигрыш во всем технологический проигрыш это как известно он был проигрывали технологические как бы и проигрывали во многих параметрах вот организационных в том числе управление страной кто-то вот молится до сих пор на брежнева а между прочим вот эти все процессы при брежневе и шли потому что в принципе подготовка вот этого развала у них вот это рент она уже действовала а как бы подготовка вот этого развала страны она уже шла полным ходом как бы именно при брежневе и как бы вот так совпало что и в армию пошел как раз буквально через десять-пятнадцать дней после того как брежнев умер там и назначили там не помню сейчас черненка или кто там был через какое-то время андропов пришел к власти и вот как раз при андропове я служил и так получилось мне пришлось служить так скажем части которая это пушкинский район в части которые как раз отстраивала и организовывала пояс обороны москвы от новых технологических угроз вот могу похвастать до сих пор его в западами нет до сих пор таких ракетных установок это станции с фазированными решетками могут сопровождали как бы вокруг нас в лесах там стояли ракетные шахты у нас тоже на станции стояла вот но основная функция была у нас ракета у нас стояли в принципе для собственной обороны и для обороны москвы основной функции у нас было слежение полное слежение за любой целью которую или попадет как бы в интерес это ну а 10 сантиметров я сейчас не помню 10 сантиметров как бы над уровнем земли и все космические аппараты то есть все подряд мы отслеживали вот наша станция это очень мощная станция была с фазированными решетками и как бы главное даже не это вот как раз мне пришлось немножко участвовать как в организации связи с генштабом и как в москве я как бы владел информацией как слово шифрование сигнала были два момента у нас там американцы устраивали две диверсии там при одной даже солдаты погибли там кстати кто не знает вот как она десантные бригады то это подмосковная она создавалась вот как раз в то время при нас это для охраны наши как раз вот после случая когда вот солдаты вот погибли американцы тогда у нас у нас прокладывали кабель генштаба и он еще как бы его проложили уже но и уже управление шло но как бы это все это конечно отслеживала слегка из космоса отовсюду это ну как бы центр россии сложно же все это однако вот нашлись у них возможности у тех же американцев они в определенный момент как я помню подключились к этому кабелю смогли там диверсионная группа у них действовал это было такое подключились к этому кабелю там двое или трое суток это достаточно большое время они владели вот как полным доступом значит к обмену вот этой информации сигнала который шел и перехват управления не состоялся потому что она не мог состояться потому что опять же похвастаю потому что только в россии это было как бы вот все ракетные установки уже на тот момент они управлялись случайным шумовым сигналом но как бы шифровался сигнал случайным опять же это шумовым сигнал вот так время пол пятого нам надо закругляться потихоньку и все-таки зайти в администрации домой вот она этому как бы это первую лекцию как вы я наверное закончу и так и закончим как раз на том что вот с этого момента перестройка и началась принципе она уже шла полным ходом еще как я говорю из брежнева вот но на заводе молот она уже появилась когда уже я сюда пришел и как бы не просто пришел уже поработал какое-то время началась вот перестройка так восемьдесят пятом я устроился на завод где-то в мае да где-то в мае я устроился на завод это как раз праздничные дни где-то первые дни мая вот и как бы это полностью отдался производству как бы там я не спорю мне нравилось работаю как бы главное мне нравился коллектив я видел себя в нем в тот момент я старался и как бы это чем мог достиг вот в этот момент вот как бы перестройка началась как известно девяносто первом официально но нет началась она с того что вот мне позвонил наймушина и девчонки там проголосовали но в правкоме что она вот сама председатель тогда завода не платили какое-то время зарплату у нас там учета задолженность была за несколько месяцев за 7 что ли месяца и вот я потом с 26 цех по моему ну короче цех оружейные сборки как бы это оттуда вот по вице ком женщина ездила и меня они проголосовали отправили в москву в его деньги ну а как все это дальше происходило мы расскажем в следующей серии хорошо ждите пока все